И вас приветствую, уважаемые зрители! Сегодня я отвечу на ваши часа задаваемые вопросы, а именно расскажу, зачем использовать инокулянты с высоким титром. Затрону некоторые технологические моменты производства инокулянтов, позволяющие создавать действительно сильные бактерии. И объясню, почему это так важно в сельскохозяйственном производстве. Также затрону тему бактериальных штаммов и их комбинаций в решениях, уже давно представленных на рынке. В прошлых выпусках я уже акцентировал внимание на теме подготовки семенного материала и важности таких факторов, как калибровка семян и качество нанесения препаратов. Однако в производстве не всегда удается достигать желаемых результатов, и вы можете наблюдать у себя вот такую картину. Препарат распределился неравномерно на семенах, и на каждое семя попало разное его количество. Помимо этого, вы все знаете о вреде ультрафиолета и высоких температур, резко снижающих численность бактерий на обработанных семенах. Срок жизни бактерий при непосредственной инсоляции не превышает 4 часов, поэтому необходимо полностью исключать обработку на открытых площадках и обрабатывать семена в ангаре или на крытом токе. При пересыпке семян в автомобиле для транспортировки из бункера накопителя не забывайте их полаговать. А после доставки на поле при загрузке пассивного комплекса помните, что через загрузочный шнек сейлки семена травмируются. По этой причине сою все-таки лучше при обработке тарить в биг-беге. Узких мест и нюансов множество, и здесь главенствующую роль занимает количество бактерий, которое в итоге попадет на семена. Так возьмем для сравнения два инокулянта хитром 2 на 10 в десятой и 1 на 10 в десятой. А также их нормы расхода, выраженные в миллилитрах. 2000 миллилитров на тонну и 1420 миллилитров на тонну. Что получится в итоге? В случае с первым вариантом на семена попадет 40 триллионов бактерий. А в случае со вторым вариантом на семена попадет 14,2 триллионов бактерий. Согласитесь, в три раза больше бактерий на семенах уже звучит внушительно, а на практике еще и превосходно выглядит. Поэтому при выборе препарата опирайтесь на понимание. Чем выше титр, тем больше у вас шансов на качественную инокуляцию. Кроме большого количества бактерий, значительную роль имеет и их устойчивость к множеству неблагоприятных факторов. К примеру, высоких температур во время хранения обработанных семян перед посевом или во время посева, когда семена находятся в бункере, что особенно актуально в случае поломки и длительного простоя агрегата. Избыточной влажности почвы после уже прошедших ливневых дождей и на уже посеянных полях или же наоборот почвенной засухи. За всеми вышеперечисленными моментами и не только лучше справляются организмы, прошедшие определенные стадии технологического производства, благодаря которым у бактерий формируется утолщенная клеточная оболочка с повышенным содержанием запаса питательных веществ. Давайте не забывать, бактерия это живой микроорганизм, подверженный воздействию различных химических веществ, а толстая клеточная оболочка помогает бактериям противостоять их негативному влиянию во время совместной обработки с химическими препаратами защиты растений, а также, что немаловажно, увеличивает срок хранения препаратов. Сколько бы не было запасено питательных веществ в бактерии, все-таки они не железные. И после определенного времени без внешней питательной среды они начнут погибать. Так уж сложилось в наше время, что в сезон сильно не хватает рабочих рук. К тому же обрабатывать семена в два прохода с точки зрения травмированности сои это преступление. Поэтому часто приходится обрабатывать впрок и хранить достаточно длительное время, что особенно актуально для крупных хозяйств с большими пассивными площадями. Но питательная среда это только пол-дела. Сейчас важно выбирать премакс. Ведь в нем подобрано оптимальное сочетание сахаров и солей, которые при правильном применении оставляют семена сыпучими. Важно, что премакс обладает спененной структурой. Пористое покрытие закрепляет бактерии на семенах, предотвращает их высыхание и гибель, кормит и защищает от солнечного света. Польза премакса умещается в три слова. Питает, закрепляет, защищает. Что еще сказывается на эффективности инокуляции уже во время посева? Первый момент. Хоть наши специалисты не рекомендуют, многие хозяйства вносят предпоседную дозу азотных удобрений не разбросным способом, не чуть-чуть в стороне и ниже глубины посева в случае с пропашными сейлками, а в рядок вместе с семенами. Как правило, большинство удобрений после растворения и взаимодействия с почвенно-погладительным комплексом локально подкисляют среду. Кроме этого факта, по стране множества полей, на которых значение паш достигает уровня 4,7, особенно на Дальнем Востоке, и уже существуют культурные штаммы, образующие глубинки в данных условиях. Второй момент. Как известно, для соблюдения глубины заделки требуются три вещи. Отличная подготовка почвы, хорошая сейлка и медленный тракторист. Мы часто можем наблюдать при посеве вот такую картину. Не буду вдаваться в подробности и выяснения причинно-следственных связей, но с точки зрения надуляции, здесь важно, что часть семян попала в зону недостаточного увлажнения. В этих условиях вирулентность и конкурентоспособность определенных штаммов обеспечат проникновение в корень растения и вызовут образование клубенька, в отличие от других штаммов этого же вида или же местных раз клубеньковых бактерий. Одним из условий высокой эффективности бактерий является их стерильность. Контомитация бактерий другой микрофлорой, к примеру, спорами грибов, снижает в первую очередь эффективность азотфиксирующего комплекса бактерий, а после влияет на их вирулентность и конкурентоспособность к диким расам почвенных микроорганизмов, о которых я уже ранее упомянул. Поэтому важно вместе с инокулянтом обрабатывать семена препаратами для защиты растений. Атува самый технологичный инокулянт на российском рынке, потому что первое содержит самый высокий титр бактерий, который только может содержаться в одном миллилитре жидкости, а именно 2 на 10 десятой. Второе препарат содержит два штамма бактерий бродиризобиум японикум последнего поколения, это 5079 и 5080. Первый вид штамма лучше выживает при насадке влаги, другой же в кислых почвах, когда значение pH достигает 4,7. Третье – технология производства осмозащита, при которой создаются специальные условия. Бактерии подвергаются стрессам, холоду, тепломовым воздействию, меняется pH среды, давление. Кроме этого добавляются химические препараты для защиты семян, с которыми бактерии будут контактировать в дальнейшем. В результате остаются только жизнеспособные бактерии с усиленной оболочкой, способные противостоять стрессом в полевых условиях. Четвертое – это современный премакс и комфортная норма расхода. Одна коробка 10 литров на 4 тонны семян, по 2 литра инокулянта и 0,5 литров премакса на 1 тонну. Пятое – это длительный срок хранения в закрытой упаковке, который составляет целых 24 месяца. Друзья, когда вам необходима консультация или более подробная информация о совместимости препаратов, инокулянтов, а также рост стимуляторов, обязательно обращайтесь к менеджерам компании Сингента, работающим с вашим хозяйством, связывайтесь через наших дистрибьютеров или звоните на горячую линию нашей компании. До встречи в следующем выпуске!